Меня зовут Виктория Аленцова, я живу в Украине, мне 37 лет. У меня есть проблема наркозависимости. В данное время я прохожу лечение в программах опиоидной заместительной терапии. Я получаю папронорфин более 4 лет. Я нахожусь в длительной медикаментозной ремиссии и у меня достаточно активный образ жизни. Я работаю в благотворительной организации, занимаюсь координацией программ для наркозависимых людей, социальным сопровождением клиентов заместительной терапии. Я воспитываю двух дочек и я хочу рассказать о том, как наркополитика в Украине влияет на судьбы женщин. Все формы отношений человека и наркотиков, хранение, изготовление, распространение преследуются по закону. Разрешенные к хранению дозировки настолько мизерны, что за остатки наркотиков, использованных в шприце, можно получить тюремный срок до 2-3 лет. Это значительно ограничивает доступ к программам профилактики ВИЧ, в частности к программам иглы шприцев, потому что наркозависимым людям приходится выбирать между здоровьем и безопасностью. Кроме того, в нашем обществе наркозависимый человек приравнивается к преступнику. Потребитель наркотиков рассматривается как нарушитель закона. Это именно криминализация наркопотребителей провоцирует частые случаи насилия, в частности насилия над женщинами в исправительных учреждениях или в полиции. Опасаясь дискриминации или из-за страха еще большего наказания, женщины не обращаются за помощью. Случаи насилия не документируются. Женщина-наркопотребитель постоянно живет под бременем стигмы и кроме отвержения общества испытывает много негативных последствий. Государственные социальные службы рассматривают участие в программах опиоидной заместительной терапии как продолжение употребления наркотиков. Мне знакомы случаи, когда у женщины-клиентки опиоидной заместительной терапии, которая была матерью грудного ребенка, государственные социальные службы требовали немедленно выйти из программы заместительной терапии, угрожая ей тем, что у нее отнимут ребенка. Кроме того, женщины-наркопотребительницы, которые были лишены родительских прав в период активного употребления, не могут восстановить свое право воспитывать детей, уже находясь много лет в медикаментозной ремиссии и участвуя в программах ОЗТ. Из-за той же проблемы, что государство склонно рассматривать участие в ОЗТ как продолжение употребления. Кроме того, наркопотребительницы, которые имеют детей, испытывают много затруднений при доступе к программам реабилитации. Женщине просто не на кого оставить детей для того, чтобы пройти курс реабилитации. Если женщина-наркопотребительница не проходила лечение от наркозависимости в государственных учреждениях или реабилитацию и не может подтвердить свои попытки лечения, она не сможет получить доступ к программам опиодной заместительной терапии из-за сложности законодательной базы по заместительной терапии. Я считаю, что именно карательная наркополитика определяет отношение к женщинам, употребляющим наркотики, как к преступницам. И это провоцирует насилие и жестокость на всех уровнях – в семье, в обществе и в социальных службах. Для того, чтобы показать факты, я хочу рассказать о том, что в моем городе в кабинете заместительной терапии получают лечение 97 человек. Из них всего 14 женщин. То составляет менее 15%. Хотя распространенность женщин среди людей, употребляющих наркотики в нашем регионе составляет около 30-35%. Продолжение следует... Продолжение следует...